Мы с вами продолжаем чтение книги Нур-Идах, которая посвящена ханафитскому фикху, разделу «Основы поклонения». Сегодняшняя наша подтема. Мы с вами проходили виды нажасов, очищение нажасов. Сегодня мы будем проходить «Васаилу тадхир аль-мутанаджисат» – это способы очищения тех вещей, на которые попал нажас, то есть которые каким-либо образом были осквернены. Первое. «Ва тадхуру аль-наджасату анис-соуби вал-бадан» И нажаса, то есть сама по себе нажаса очищается. Если она попала на одежду или на тело, при помощи воды. То есть вода – это самый универсальный способ для того, чтобы очищать нажасу. То есть самый лучший, самый универсальный. И, аль-хамдулля, у нас есть возможность при помощи этой воды всегда очищать. И любой жидкостью, которая годится для того, чтобы устранять вот этот нажас. «Кальхаль» – как уксус. «Вама-иль-варат» – и вода розовая, то есть где прикипятились вот эти розовые лепестки. Второе. «Вайадхаруль хуфу ванахвугу» И очищаются кожаные носки ванахвугу, и все подобное этому биддалик. То есть при помощи протирания о землю. «Мин-наджасатин лагаджирм». Вот такого нажасата, у которого есть форма, то есть который обладает какой-либо формой. Что это означает? Это означает то, что не тот нажас, который является жидким, а тот нажас, который как бы обладает какой-то формой. И вот этот нажас можно просто, например, удалить и очистить, например, какую-то поверхность только при помощи обтирания о землю. «Валяукана торот и ботан» Даже если она, вот эта нажаса, все еще во влажном состоянии. То есть она во влажном состоянии. Но здесь есть ихтыляф по этому поводу. То есть некоторые имамы говорят, что все-таки, если эта нажаса все еще находится во влажном состоянии, то это значит, какая-то поверхность могла впитать эту нажасу. И вот эта как бы мокрота или влага, которая от нажаса, она впиталась в саму поверхность, как, например, кожаные носки. Они же мокрыми становятся. И в этом случае необходимо омыть или подождать, пока высушится. После этого опять вот эта влага, она опять-таки выходит из поверхности, как бы вот это, из поверхности, и как бы в этом случае уже можно очищать при помощи протирания о землю. Третье. «Ваэт хару сейфу ванахмаву бельмаса» и очищается меч. То есть, когда говорят меч, имеет в виду плотную поверхность, то есть очень плотную поверхность, которая не впитывает вообще никакой жидкости. Например, как зеркало, да, гладкая и плотная поверхность. То есть, например, зеркало, стекло, там меч, там, не знаю, любой как бы этот, ножик там, да, туда попал, если на джаз, то достаточно будет просто это протереть, бельмас, то есть протереть. Так, чтобы там не осталось следов вот этой наджасы. Четвертое. «Ва изя захаба асару наджасы ти аниль ард» И если, например, исчезли следы этой наджасы с земли, «Ва джафат» и земля высохла, «Джазат из саляту алейха», то в этом случае намаз на этой земле будет разрешен. «Дунат тайамум миминха» Но тайамум не разрешен. Почему? Потому что поверхность земли, она высыхает, и считается то, что принято считать, что вот эта наджаса, она тоже испаряется, если, естественно, следов нету. А внутри земли, то есть под землей, наджаса тем не менее остается, и следы этой наджасы тоже остаются. Поэтому если ты будешь тайамум, ты же не только с поверхности как бы берешь вот эту землю, а тайамум ты обычно как бы руки погружаешь в эту землю. И, соответственно, вот эта наджаса, которая там есть, или следы этой наджасы, которые есть, они тоже попадают на человека, который хочет совершить тайамум или таким образом условно очиститься. «Ваят харума бихамин шаджарин» И, соответственно, если уходят все следы наджасы с поверхности земли, то и деревья, на которые попала наджаса, она тоже очищается. И то же самое, любые растения, они тоже очищаются, если, конечно, если нету следов наджасы. Если вот эти следы наджасы остаются, без разницы, высохла трава, не высохла, все равно эта наджаса, она будет присутствовать, будет иметь место. Пятое. И очищается наджаса, то есть наджаса, то, что было айнуха наджаса, то есть сама по себе, по своей сути, вещь, которая является наджасой, там, свинья, там, кал и так далее, и тому подобное, без разницы, да? Она сама по себе очищается. В каких случаях? Истахалят айнуха, когда меняется полностью, абсолютно полностью, меняется структура этой наджасы. То есть она перестает быть той вещью, которой она была до этого. То есть, например, мы все с вами знаем, что такое нефть, да? Нефть из чего получается, то есть есть теория, она получается как бы из мертвичины, то есть и так далее, и тому подобное. То есть очень долгое-долгое время мертвичина, которая лежала внутри земли, как бы под землей, и из этой мертвичины получается как бы нефть. И вот эта нефть, она уже не та же самая мертвичина, и мы не можем сказать про нефть, когда говорим про нефть, что это мертвичина, и так далее, и тому подобное. То есть любая вещь, которая меняет абсолютно полностью свою структуру, так, чтобы она переставала называться таким образом. Понятно? То есть, например, кал перестал, как говорится, называться калом. То есть, например, навоз какой-то, если мы его сожгли, он становится пеплом. После этого он перестает быть наджасом. После этого он перестает быть наджасом. Как, например, ансарат мильхан, как, например, что-то стало солью. То есть, какой-то наджас мы поместили, известный Масаля, да, мы поместили в соль, и такое большое количество соли там было, что вот этот сам по себе Наджас, он стал солью, то есть он полностью сначала пропитался этой солью, а потом уже стал этой солью по своей структуре. То есть мы никак не можем отличить по структуре от соли. Или Ауэхтаракат биннар, или, например, то, что было сожжено в огне, то есть какие-то физические или химические процессы, когда происходят, и структура меняется, и, соответственно, с этим меняется название этого вещества, в этом случае это перестает быть Наджасой. Шестое. Ваэт харульмани юльджафу, и очищается сухое семя, то есть сухая сперма, Аль-Джафу, бифаркиги аниссауби вальбадан, растиранием с одежды, или вальбадан, или тела. Варратбу бигаслиги. Но если это семя все еще влажное, то необходимо его вымыть. Кроме как вымыть, по-другому не очищается просто растиранием. Понятно? И следующая подтема у нас, то есть следующий раздел, он касается очищения шкуры мертвичины ванахвиха и тому подобного. И от харульмани юльджафу, очищается шкура мертвичины, первое, биддибагуати аль-хакикия, методом дубления, то есть когда дубления происходят, и настоящее, то есть реальное дубление происходит, как карас, как, например, при помощи какого-то растения, то есть карас – это название растения, при помощи которого происходит процесс дубления. То есть обработка с вмешательством человека, то есть не при помощи каких-то только природных явлений, а когда реальное вмешательство человека есть в этом дублении. Значит, второе, вабиль хукмия, а также, если дубление было, но это дубление условное, то есть хукман происходит, каким образом? Как кататриб, как, например, при помощи земли, вот ташмис или при помощи солнца. То есть любая вещь, которая была при помощи вмешательства человека, то есть человеческого вмешательства в результате человеческого вмешательства или без результата человеческого вмешательства, чтобы человек, например, растянул какую-то шкуру, например, на солнце, и сам процесс дубления, если это называлось дублением, произошел, то в этом случае дубление произошло, и таким образом вот эта шкура, она очищается. Понятно? Тут, конечно, есть исключение, то есть шкура свиньи, она никогда не очищается, она в принципе априори, как бы по умолчанию кожа человека, она тоже не очищается и вообще никак не используется. Поэтому здесь это абсолютно два точных исключения. Третье, представим себе животное, мясо которого не употребляется в пищу, например, крокодил или, например, осел. Мы хотим применить шкуру этого животного или кожу этого животного. Каким образом? То есть, если мы не хотим, например, производить процесс дубления, в этом случае можно достаточно будет зарезать животное с бисьмиля. То есть, зака шарайя, это если животное было зарезано в соответствии с шариатом. То есть, мы бисьмиля Аллаху Акбар произносим во время заклания и в этом случае, как бы, его шкура считается очищенной. Понятно? То есть, без дубления даже его шкура считается очищенной, не будет начасой. Но кроме мяса, то есть, мясо, оно не будет очищенным. Согласно наиболее достоверному мнению, по которому дается фатва. Но здесь говорится то, что в отношении этого есть и ихтеляв. То есть, некоторые говорят, и мясо тоже будет чистым. Мясо тоже будет чистым. То есть, там есть ихтелявов много. То есть, естественно, мы это мясо не будем употреблять в пищу. Здесь имеется в виду, что оно перестает быть начасой. Понятно? То есть, крокодиль и мясо мы в любом случае не будем использовать в пищу. Здесь имеется в виду то, что оно перестает быть не харамным, а оно перестает быть начасой. Понятно? Это имеется в виду. Четвертое. Вокулюше ин ля есри фигидам. И также, любая вещь, в котором не течет кровь. То есть, имеется в виду любой орган, в котором не течет кровь. Или любая конечность, конечно, любой орган. То есть, например, у человека есть волосы. Или на коже животного есть вот это волосы. То есть, если там не протекает кровь, то априори вот эта вещь считается чистой. То есть, например, волосы считаются чистыми. То есть, шкура сама по себе, то есть, вот эти ворсинки, которые есть на коже, например, какого-то животного, тоже считаются чистыми. И они, соответственно, и со смертью этого животного, они тоже не становятся наджасными. И кости, в которых нет жира, то есть, в которых нету вот этого костного мозга. Понятно? То есть, те кости, у которых есть полость внутри, то есть, пустота, и там, как бы, есть вот этот жир, как бы, татарский жилик называется. Это уже, они тоже будут наджасными. Понятно? Просто сама по себе кость, если она не содержит вот этого жира внутри, в этом случае она не будет наджасной. И сухожилие тоже является наджасом, согласно наиболее достоверному мнению. Шестое. И мускусный мешок у газели. То есть, у газели, по-моему, достают, то есть, там есть мускусный мешок. Он тагира, то есть, он является чистым, он не является наджасной, кальмиск, например, как миск. У аклюгу халяль, и поедание этого мешка тоже является халяль. Ваззабад. И тоже есть кошка, определенный вид кошки, у которых под хвостом тоже есть вот эти секреции, как бы, мускусные. Он тоже является тагир, тоже является чистым. И намаз, прочтенный, если человек, как бы, протер себя этим миском, взятым из этого мускусных секреций или из этого мускусного мешка, он, как бы, намаз будет действительным, если человек себя протрет этим миском. Субханакаллахума би хамдик. Нашхаду алейлах и лаанта. Настагфируй ка натуби лейк. Алфатиха. 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 Продолжение следует...